Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Снова прошу уделить несколько минут оценке той ситуации, которая складывается на финансовых площадках. Я понимаю, что рынок, исходя из событий, не такой уж интересный. Продолжаю надеяться, что еще не все потеряно. До конца этой недели мы увидим еще всплеск волатильности, поскольку, ну просто так, наверное, трейдеры, ну и те аквуарные хедж-фонды, которые стоят, собственно, за первопричинами и основами ценообразования, наверное, проявят еще свой характер. Нам остается только ждать. Среда еще не в самом разгаре, но, к сожалению, пока волатильности особой нет. Вот двигается у нас только американец против иены, европейская валюта чудок также прибавила. А что касается фундамента, то он в основном представлен. А статистика из США и данные, мягко говоря, второсорные. О них я также сегодня, безусловно, расскажу. Начнем мы с рынка черного золота. И здесь только стоит благодарить, собственно, и себя, каждому из трейдеров, которые верят в снижение актива, но пока еще ищут подходящий уровень для продаж. Потому что Brent у нас продолжает котироваться, так же, как и WTI, на многомесячных максимумах. Ну, в частности, Brent Close 56.78. Закрытие прошлой торговой сессии и сейчас 56.73. Это максимальное значение, по-моему, даже с летних месяцев этого года. Соответственно, котировки очень высокие. Я думаю, что причина, из-за которой трейдеры пока не собираются раздувать этот актив оптимизм, который присутствует на рынке, связанный с разраждением реализации тех договоренностей, их условий, соглашения, которое было достигнуто между представителями ОПЕК и теми регионами, которые не относятся к этой организации. Так называемый, по сути, исторический, энергетический пакт. Это оптимистов, судя по всему, больше. Действительно, полагают то, что мировое предложение будет стритировано на 2%. Есть даже такие позиции среди участников рынка, исходя из которых ограничение производства может даже привести к дефициту. А предложение уже к середине 2017 года на 500 тысяч баррелей в сутки. И звучали даже цифры в 1 миллион уже ближе к концу. Я, конечно же, в это не верю, потому что, чтобы такие цифры видеть, собственно, чтобы рассинхронизация уже в пользу присутствующего спроса была настолько велика, я думаю, что сокращать нужно, конечно же, больше. И, в принципе, у нас есть еще очень много переменных для всего рынка черного золота, которые могут вмешаться во все уравнение и привести к совершенно другому результату. Не будем сейчас больше, скажем, говорить про соглашение, поскольку мы в свое время уделили ему много внимания. Я хочу отметить как раз два сейчас очень важных и интересных фактора, связанных с тем, что все-таки предложение будет оставаться на очень высоком уровне. Ливия, которую многие недооценивали, я напомню то, что по факту соглашения этот регион был исключен в собственной сделке, потому что из-за постоянных боестолкновений действительно была разрушена значительная часть инфраструктуры, выведены из строя несколько нефтяных отрубопроводов и, соответственно, там объемы добычи вот еще два месяца назад одержались на уровне 300 тысяч баррелей в суд, примерно. При этом потенциал производства Ливии находится на отметке 1,6 миллиона. И последнее сообщение Reuters, которое было представлено рынку вчера, то, что объемы добычи в Ливии по итогам прошлого месяца выросли практически до 650 тысяч баррелей в сутки. И если к этому прибавить еще и обещание, то, что в первом квартале дополнительно стоит рассчитывать на 270 тысяч баррелей в сутки, я думаю, что у нас есть серьезный фактор, который будет нейтрализовывать в полном объеме то сокращение, которое взяли на себя регионы, не вхожие в организацию ОПЕК. Ну и, конечно же, не забывайте про США. В пятницу будет возможность еще раз оценить статистику по количеству нефтяных терминалов. Мы о ней с вами поговорим уже на следующей неделе, после новогодних праздников. Но я думаю, что уже никто не сомневается в том, что эта неделя, исходя из столь высоких цен, конечно же, которые мы видим на рынке черного золота, была лишь еще одним подспорьем для того, чтобы в этот бизнес возвращалось все больше нефтяников. Поэтому ждем дополнительную добычу и со стороны США. Локальный отсчет сегодня у нас АПИ, запасы нефти. Я отметил вчера, что есть уже тенденция, которая складывается на площадках под закрытие года последние три года, вот в интервале с 2012 по сути до 2016 года. Я надеюсь, что этот год не станет исключением, потому что последние недели это период увеличения запасов. Такое сезонное, скажем, проявление тренда. Если запасы сегодня действительно вырастут, а завтра мы анализируем уже официальную статистику от Миниэнерго, получим подтверждение этого, я надеюсь, что фундаменталисты, которые по-прежнему присутствуют на рынке, все-таки также решатся, чтобы показать и свой характер. Поэтому ожидаю, конечно же, снижения котировок нефти вниз с текущих уровней. Нам уже нужно быть реалистами. Стоит рассчитывать в лучшем случае на коррекцию ниже 55 долларов за пробой этой поддержки. Ну вот 53, ну это, конечно же, крутовато, но я думаю, что в следующем году мы вернемся к этой идее. И вот как раз в планке 53 доллара за баррель попробуем поискать уровень для продаж в расчете на еще большее снижение. Российская валюта 60-58, вчера мы говорили про спекулятивный спрос сейчас на доллары, на евро в целом на валюту, точнее спекулятивный спрос на российский валютный инструмент против этих активов. И использовали классическое правило психологии, считая то, что возможно, это предвестник, что сейчас тем, кто еще некоторое время назад повременил занятием длинных сделок сейчас рассмотреть возможности покупки и долларов, и евро против рубля в расчете, скажем, чтобы поддержать эти сделки как можно дольше, возможно, даже на протяжении всего 2017 года, и с целью получить профит процентов 15. Я думаю, что валюта это солидный, конечно же, процент, за которым сейчас можно попробовать погнаться. И я думаю, что при развитии того сценария, который мы с вами строили по рынку черного золота, это будет вполне надостижимая и реализуемая цель. Евро против доллара. Евро сейчас явно живет своей жизнью. Мы видим то, что доллар растет, и рост доллара, в принципе, должен был привести к ослаблению рисковых инструментов. В отношении евро пока это правило не действует. Может быть, сейчас, опять же, речь идет о каких-то кулуарных факторах, которые мы недооценивали. Хотя, если кто-то скажет, что я знаю причину, которую евро растет, я думаю, что это будет лукавство. Потому что истинную причину той или иной динамики на тонком рынке понять невозможно. Но я также хочу отметить, что вчера, кстати, на финансовых площадках и в принципе в рамках еврозоны был сложен даже негативный фон в отношении евро, который позволяет нам, скажем, продолжать копить вот эти факторы потенциальной разгрузки, запасать их и аккумулировать. И, соответственно, для того, чтобы использовать уже на старте 2017 года для оправдания нашей долгосрочной сделки, снижение европейского валютного актива в район паритета. Вы знаете то, что сейчас одной, пожалуй, из самых интересных тем в рамках всего валютного блока. Это обсуждение итальянского банковского кризиса, который усиливается, исходя из того, что все больше банков сигнализируют о катастрофической нехватке ликвидности. И мы помним то, что на прошлой неделе итальянское правительство выступило с инициативой и осознало необходимость поддержки отдельных банков, крупнейших банков, предоставив ликвидности им на 20 миллиардов евро. Мы посмеялись с вами над этой цифрой, потому что прекрасно понимаем, что этого очень мало. И есть еще один подводный камень, который вот вскрылся. А вчера, оказывается, эти деньги не так просто получат эти банки, поскольку в игру вмешался Европейский Центральный Банк, Управляющий Совет, и отметил то, что прежде чем эти средства дойдут до нуждающихся, звеньев финансовой системы, нужно, чтобы решение выделения этого транша прошло одобрение, соответственно, в Управляющем Совете Европейского Центрального Банка, чтобы была четко прописана процедура или механизм предоставления средств и выработан свод правил, которые нужно будет обязательно соблюдать. Только после этого средства поступят к, соответственно, банкам. И еще один важный комментарий со стороны ЦБ, то, что последний проведенный анализ перед предоставлением, опять же, этой ликвидности указывает на то, что банку, которую мы с вами активно обсуждали последние недели три, нехватка ликвидности уже составляет 8 миллиардов евро, а не 4,5, как и говорилось ранее. То есть даже при самых скромных расчетах, для того, чтобы поддержать сейчас на полу банковскую систему Италии и создать условия, чтобы, скажем, сразу же ограничить распространение вот этого зарождающегося финансового кризиса, нужно выделять больше 37 миллиардов евро. Таких денег пока даже не обсуждают. В общем, за этой ситуацией мы с вами продолжим следить и дальше. Помимо банковского и итальянского кризиса, у нас масса проблем, связанных со статистикой в еврозоне, у нас и политическая тема. Это еще не говоря про то и те параллели, которые мы проводили с монетарной политикой американского регулятора, начиная также от действий, которые предпринимаются на контрасте ИЦБ и ФРС, и кончая от той динамикой по доходности, которую показывают соответствующие долговые инструменты. Я искренне верю, что среди вас нет настолько исполненных трейдеров, чтобы долгосрочно или даже среднесрочно занимать длинные сделки по европейской валюте. Мы понимаем, что сейчас на тонком рынке евро, может быть, еще прибавит немного, но вот ближайшее сопротивление уровня 1.05, оно, наверное, не пропустит европейскую валюту дальше. И вот именно от этого значения мы с вами продолжим играть дальше на снижение с ориентирами по тем значениям, которые я обозначал. Доллар японская иена. Здесь стоит сразу сказать про два важных отчета. Точнее, отчет был важный один. Это уровень доверия потребителей. Мы проводили с вами параллель, что если уж Мичиганский индекс не подвел неделю назад, в прошлую пятницу, то и в целом уровень доверия потребителей должен находиться на высоком значении. Мы были правы, потому что рост до 113,7 с 109,4. Это максимальное значение с первого года. И все это благодаря президентству Трампа, который даже еще не прошел инаугурацию. Все верят в реформы, все верят в то, что он сможет простимулировать экономические росты и, соответственно, разогнать все зародные платы. Все готовятся жить лучше в рамках американской экономики. И это уже привело к росту доллара и к тем изменениям, которые произошли на национальном долговом рынке. Индекс цен на жилье. Еще один отчет, который был опубликован вчера. Почему я делаю на него акцент? Потому что это не просто очередной релиз. Это статистика, которая по своему значению оказалась на рекордном максимуме. Рост цен на жилье 5,1% против прошлого 5,7%. И здесь на самом деле я могу сделать два разнополярных вывода. Во-первых, то, что цены на недвижимость растут, это, конечно же, подтверждение, доказательство того, что есть повышенный спрос. Если растет спрос на недвижимость, значит, потребители прекрасно понимают то, что в 2017 году придется жить в условиях более жесткой монетарной политики, соответственно, при более высоких процентных ставках. И, разумеется, исходя из этого, сейчас на рынке самые оптимальные, наверное, и самые мягкие условия, чтобы залезть, в том числе и в долговое время, связанное с ипотечным покрытием и обязательствами с приобретением недвижимости. Есть также и негативный момент. Он связан с тем, что рост цен на недвижимость существенно опережает рост заработных плат. Поэтому, если развивать прямо в негативном свете этот вывод, то можно отметить, что такая тенденция обычно приводит к перегреву на рынке недвижимости и, соответственно, неподвижной способности домохозяйства. Мы уже видели это в 2008 году, но сейчас, стоит понимать, совершенно не такая ситуация. Сейчас нет долгосрочного тренда, сейчас есть только локальные экстремумы, и которые, скорее всего, полностью соотносятся с той политикой, с теми действиями, которые реализуются, претворяются в жизни, теми ожиданиями, которые присутствуют на рынке в связи с действиями в РС. Я напоминаю, три повышения процентной ставки – это то, что мы с вами ждем в 2017 году. Сегодня было очень странно, на азиатской сессии в 2.30 по московскому времени видит всплеск интереса купали доллары японской иены, потому что вышла очень хорошая статистика по промышленному производству, роничная продажа в Японии. Промпроизводство выросло на 4,6% с прошлого спада на 1,4%. Роничная продажа плюс 1,7% в годовом выражении также, с прошлого минус 0,2%. Такая статистика должна была привести к укреплению иены, но никак не доллара. Судя по всему, фундаменту прочему, скажем, происхождению из других регионов, очень трудно сейчас противостоять тем исключительно обычным настроям, которые присутствуют в адресе американской экономики и доллара. Поэтому, как я и говорил, с большой долей вероятности восходящее движение пары продолжится, вплоть до уровня 127 иен против американцев. Но вот дальше к этой идее я присоединился только после новогодних праздников. Поэтому сейчас, как и в начале этой недели, и в конце, даже в прошлом, я стараюсь держаться в стороне. Фонд консолидируется на уровне 1,23. В целом ситуация не меняется. Мы ждем с вами дополнительных комментариев по инициированию 50-й статей Соборского договора. Мы ждем развития ситуации с Брэкзитом. Мы ждем давления на этот актив. USDCAD обсуждают сейчас троидор активно реформы нафта, которые могут подорвать экономическое благополучие Канады. Вы помните, что Трамп обещал пересмотреть торговые соглашения со всеми партнерами. И вот после того, как на пост главы торгового национального бюро был назначен Питер Наварро, я думаю, что вероятность этого стала еще выше. Поэтому негативные моменты мы для канадца будем искать и здесь. Но вот для дальнейших покупок, поскольку мы уже с вами добрались до цели 1.35, пока еще не время. Лучше также подождать, пока трейдеры отыграют эту неделю, заключительную неделю 2016 года, и вернемся к этой паре уже в следующем году. Евросвесия активно растет. Хорошо, потому что наша с вами цель закрепиться выше отметки 1.08. Сейчас пара котируется на уровне 1.0758. S&P снова переписывает исторические максимумы. Причины все те же. Золото ждем, чтобы оказалось под давлением. И как только пара доллара и японская иена прорвется выше 1.18.5, мы тут же увидим рост доходности американских трежерис. И это станет еще одной причиной повышенного спроса на те активы, которые приносят больший доход, в том числе и на риск. Драгоценный металл, как отмечал ранее, пользоваться спросом явно не будет. Поэтому до 1100 долларов за тройскую курсу мы с вами непременно доберемся. Из важных отчетов сегодня, собственно, выделить снова нечего. Только статистика по запасам, АПИ. Но я думаю, что этот отчет все-таки поддержит нашу традиционную идею. Об этом мы поговорим уже завтра. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.